Обида — очень интересная штука. Люди регулярно друг на друга обижаются. Если вы знаете, что человек хотел вас обидеть, то вы это почувствуете, и вы разозлитесь, а не обидитесь. Потому что когда нас намеренно обижают, желая, чтобы мы почувствовали обиду, то обязательно мы будем бастовать против этого. И мы будем злые, мы будем агрессивные. Получается, что человек, который нас обидел, он на самом деле обижать нас не хотел. Не было такого плана. Он мог поступить неправильно, некрасиво, что-то не услышать, недопонять, еще что-то. Пятое-десятое. Но я думаю, что многие понимают, что они иногда обижаются, а потом их спрашивают, а ты чего обиделась? Человек даже не понимает. То есть он находится в своей реальности. Он в этой реальности сказал что-то правильное, как ему кажется, или сказал что-то умное, как ему кажется, или просто глупость сказал откровенную. Но человек, который обижается на это, он ожидал к себе какого-то другого отношения. Мы ожидали, что нас поймут, нас поддержат, догадаются о том, что мы чувствуем, и как-то синхронистично, так сказать, с нами профункционируют. А человек просто оказался недостаточно чуток. Но понимаете, одно дело, когда вы говорите, слушай, ты эмоциональный, просто холодный труп, снежный король или там снежная королева, и дам тебе сейчас поварешки по голове, чтобы ты очнулся или треснул, так сказать. Ледяной должен же треснуть. Это нормальный исход, так сказать, всего происходящего. А обижаться – это, значит, думать, что мы этим своим поведением продемонстрируем этому или вот этому извоянию, значит, что он должен вникнуть в нашу, так сказать, суть нашу, трагедию, нашу боль нашу прочувствовать, так сказать. А он же на то и стукан, что он довел до того, что мы это чувствуем. Так чего обижаться-то? Ну, как бы, надо развернуться и сказать так. Так, нам надо поговорить. Дин-дин-дин-дин. Вот, и поварешка. И гордо ушли. Вот, и главное – уходи, гордо. Тут бежит, догоняет.